Что делать с чебоксарскими оврагами? Этим вопросом задались городские депутаты. Они собрали рабочую группу, которой предстоит решить, как использовать непростой рельеф с пользой. Вместе с ними сегодня по оврагам бродила и наша съемочная группа. Если бы все чебоксарские овраги просто засыпали землей, то в Чебоксарах не было бы, например, такого уникального места, как залив, рассказывает директор института о Чувашгипроводхоз Иван Алексеев. Он отмечает, что эту особенность рельефа можно использовать с пользой. Так, сотрудники института еще 10 лет назад придумали, как облагородить новый Илларионовский овраг рядом с Кооперативным институтом и сделать для жителей северо-западного района удобный спуск к Волге. Наша тема была именно с учетом возможностей организации движения с выездом непосредственно на берег Волги. Это автомобильная дорога с учетом пешеходных полностью, рекреационные мероприятия. Даже здесь предусмотрены дополнительные рекреационные мероприятия. Вы, наверное, видите создание каскада небольших водоемов, которая искусственно очищается тот поток воды ливневого стока, который идет по данному оврагу. Овраг у микрорайона «Новый город» специалисты предлагают приспособить под другие цели. На его дне можно расположить колодцы, коллектор ливневой канализации и очистные сооружения, которые будут очищать дождевые стоки перед сбросом в Волгу. И это только один из множества вариантов. 20% территорий в городе – это овраги, которые можно использовать, как уже Владимир Николаевич сказал, для рекреационных целей. То есть зеленые общественные зоны – это, может быть, набережные, скверы, для линейных объектов, коллекторов, очистных сооружений. Дорог между микрорайонами можно сделать короткие связи, то есть, грубо говоря, из юго-западного поселка на Богданку, переходы. Если мы замоем эти овраги, и также можно использовать их под градостроительную деятельность. Чебоксарские депутаты собрали рабочую группу и привлекли экспертов, как раз для того, чтобы решить, как лучше использовать овраги и составить комплексную программу по их освоению на следующий год. Впрочем, идея не новая. Что может быть на месте оврагов, архитекторы фантазируют давно. Проектов много, денег в казне мало. У нас градостроительство очень сильно связано с экономикой. Экономическая ситуация в стране такова, что мы пока вот такие большие проекты по освоению этих территорий пока приостановили. Осталось найти деньги и поправить экономику. И все это реализовать. Так или иначе, чтобы получить деньги и реализовать проекты, нужно сначала их предложить. Работа началась.